Не так-то просто разделить эти два народа, которые обитали в первой веке нашей эры на Нижнем Дону, меотов и сарматов. Но есть какие-то диагностические признаки, которые в каждом конкретном случае позволяют специалистам сказать, это сарматское погребение или меотское. Но для меотов это достаточно значительный процент погребенных в скорченном положении, что для сарматов в этого времени было не характерно. Есть такой диагностический признак, как положение миску под череп погребенного. Но если в раннем периоде, в первом начале второго века, на некоторых памятниках меотов, в частности на Ниловском городище, который находится на западной окраине Ростова-на-Дону, если там достигла 20% в этой черта, то есть у 20% погребенных под головой была миска перевернута, иногда на дне стоявшая. Этот обряд не совсем ясно его происхождение, но тем не менее он считается специфическим меотским. Для сарматов таким диагностическим признаком считается наличие специальных ритуальных сосудиков, так называемых курильниц. Они похожи на катушку, крупный сосуд, который использовался как топка, грубо сделан очень. А в него вставлялся маленький сосудик в виде бочонка с отверстием в боковой стенке. Вот этот большой сосуд использовался как топка, туда клались какие-то угольки, а в маленький сосуд помещались ароматические или наркотические вещества. Использовалось это во время справления культа. Но, к сожалению, основная масса могил не имеет четко выраженных признаков диагностических, ни меотских, ни сарматских. А тем более, когда в середине II века н.э. начинается массовая инфильтрация кочевников в состав жителей Нижнедонских меотских поселков, то еще сложнее провести между ними какую-то грань. То есть определить в каждом случае, это конкретное погребение меота или осевшего на землю сармата. Поздние сарматы обитали на той же территории, что и представители среднесарматской культуры, и группировались вокруг Танайса, как более ранние времена. Ну, характер культуры несколько изменился. Во-первых, исчезли богатые погребения представителей высшей сарматской знати, которые были в предшествующей эпоху в квадратных ямах, с обилием восточных и западных импортов. Хотя обычные предметы импортные, вроде тазов, кувшинчиков кованых, котелков римских, они как бы сохраняются в могилах знатных сарматов. Ну вот богатейших таких курганов, набитых восточным серебром художественным, их практически уже нет в это время на Нижнем Дону. Возле Танайса был раскопан могильник Валовы. Вот в этом могильнике очень яркие погребения познесарматской культуры. Антропологи, исследовавшие пласт познесарматский, сравнивая его с остатками костными предшествующей эпохи, эпохи среднесарматской культуры, сделали вывод о деградации сарматского социума. Уменьшается продолжительность жизни, уменьшается количество детей, гораздо больше костных каких-то травм, то есть, видимо, более бурная деятельность, и чаще стали совершать какие-то военные операции, предсвятели поздней сарматской культуры. То есть налицо все те параметры, которые у антропологов свидетельствуют о социальной деградации. И не случайно поэтому, особенно обнищавшая часть кочевников, она оседала на городищах Меотских и в Танесе. В середине III века н.э. в район Нижнего Дона перемещаются племена, возможно, Готского племенного союза. Но в источниках эти племена, названные герулами или гелурами, по-разному они в источниках упоминаются, но факт в том, что появляется волна с носителями этой культуры каких-то западных импортов. В середине III века эти племена вплотную подходят к Танесу, жители покидают город, город горел, обрушились стены, крыши, благодаря этому Танес представляет собой своеобразные донские помпеи. То есть вот слой середины III века, момента, когда жители покинули город, он фактически консервирует город. И во время раскопок мы видим картину, как были устроены жилища Танайтов. То есть здесь последующие строительные периоды, которые были, они не вскрывали эти вот рухнувшие законсервированные помещения. Здесь стоят в подвалах сотни амфор, можно посчитать примерный объем одной торговой операции, греко-торговца, который проживал в Танесе. Мы можем видеть здесь детали какой-то мебели, с помощью которой эти амфоры крепились вдоль стен. Останков жителей города практически нет, за редким исключением. Есть несколько в развалинах сгоревшего Танеса, несколько трупов, как бы, точнее костяков, которые можно связать вот с этим моментом захвата города. Одновременно с Танесом в середине Третьего века прекращают существование имиотские поселения округи Танеса, все городища, причем левобережные городища прекратили существование еще лет на сто раньше, чем правого берега. На время жизнь здесь как бы переместилась в дельту. Часть населения, видимо, нижнедонских городищ и сарматов-кочевников, которые кочевали вблизи, они откочевали в дельту, которая была труднодоступна. Там находится серия поселений, достаточно надежных, датируемых второй половиной, третьей, четвертым веком нашей эры. В Танесе в это время было запустение, и жизнь где-то возобновилась в Танесе в конце четвертого или в середине четвертого века нашей эры. Из мёдских городища единственное, так называемое, сухочалтерское городище, где мы можем проследить остатки жизни одновременно позднему Танесу, четвертый, пятый века. Но это было совсем уже другое поселение, неукреплённая крепость городского типа. Видимо, здесь жизнь уже затухала. В Танесе жизнь возобновилась и в V веке. Город представлял собой торговый центр, который опять-таки как-то корреспондировал с окружающей степью. Со второй половины III века остатки сарматских племён, они кочевали на территории от Предкавказия и до Днепра. Но это уже были совсем не те мощные племенные союзы, которые держали в страхе всю территорию Боспорского царства. И здесь уже на смену приходят как бы новые племена восточного происхождения, которых связывают с гуннами. И дальше историю Боспорского царства и Танеса, точнее, той территории, которая была когда-то Боспорским царством и была населена в Крыму греками. И Танеса эту историю уже определяют другие племена. Боспорского царства